Ваше преследовательство, дорогой Владимир Владимирович! Уважаемые всеми нашей страной, в день, когда вы вновь призываетесь занять самый высокий пост в нашей стране, стать президентом России, мы крепко молимся за вас. Мы знаем, что эти слова для вас не пустой звук, что вы сами молитесь. И веникой милостью Божией отмечено наше время, когда во главе государства, российского православных человек, не стесняющийся своей верой, и когда огромное количество россиян видят в главе государства не только успешного политика, но очень доброго, умного, сердечного человека. Вот это сочетание доброты и строгости, принципиальности, та самая слабая точка, которая иногда мешает людям по власти достойно пройти свой жизненный путь. Потому что существует много коллективов. Глава государства должен принимать иногда судьбоносные и грозные решения. И если не принять такое решение, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и для государства. Но эти решения почти всегда связаны, в том числе и с жертвами. И никогда такого рода решения, принимаемые во благо народа, во благо страны, не осуждались ни церковью, ни народом. И мы знаем, как много святых, угодников Божьих, которые возглавляли наше государство, и которые на поле вранье мужественно защищали свой народ. Ну, достаточно вспомнить святаго благоверного князя Александра Невского, близкого и для вас, и для меня, потому что он у Бога из Санкт-Петербурга. Не жалел врагов этот человек, но прославился как святой. Потому что одно дело защищать страну от врага, а другое дело крушить направо и налево, помещая свои фобии или устремляясь к каким-то конвертным интересам. Прислужение президента, оно важно еще и потому, что хочет глава государства и того или нет, но с него берут пример. Он становится действительно примером для молодежи, для военнослужащих, для интеллигенции, для рабочих, да, в общем-то, для всех, кто серьезно думает о самом себе и о своей роли в жизни страны. Вы являетесь такой добрый пример. Помогай вам Бог и дальше отнести то служение, которое сам Бог на вас возложил, с любовью к Отечеству, с дерзновением, потому что иногда требуется такое дерзновение, когда через многое следует переступить, может быть, иногда через то, что в обычной жизни, как бы через это и переступить, невозможно. Но вот это дерзновение, эта сила, она должна сопровождать служение главы государства, от действий которого зависит судьба страны. Вместе с этим дерзновением я желаю вам сегодня особенно мира душевного. Это непременно, потому что если только одна борьба, как говорится, 24 часа в сутки, то не только человеческий организм может не выдержать, но на фоне такого состояния души могут и возникать роговержи. Вот почему так необходимо для православного человека крайне необходимо находясь во власти, находить место и для молитвы, и вы находите, я знаю, вот это. Находить место о размышлениях, не только о своих профессиональных обязанностях, но и о своей жизни, личной жизни, я знаю, что вы находите для того каковое место. И вот все это, несомненно, будет содействовать укреплению ваших духовных и физических сил. Ну а мы, как Церковь, преподавая вам сегодня это благословение на ваш долг, будем и дальше молиться, в наших личных молитвах, и, что самое главное, в нашей общенародной, церковной молитве, дабы Господь помогал вам во все дни жизни вашей достойно возглавлять Великое Отечество, Русь Святую, проходящую так же сегодня через не самые легкие периоды своей истории. Благословение Божие, покров Царицы Небесной, дабы и бывая с вами во все дни жизни ваших до скончания века, как мы говорим. Ну, и с дерзновением скажу, да и в общем конец века и был означал конец вашего пребывания в области. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение на Родине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова